Девушки отдыхают Но антибиотики... Этого мало Слишком мало Нет, я не понял, ты сказала, что... Я сказала, что я попытаюсь Теперь остается только ждать Значит, ждать Ждать Дикон Нет, это... Знаешь что, я могу кое-что сделать Я могу... Дикон, Дикон, стой, стой! Ты хочешь что-нибудь разбить, я по глазам вижу, но знаешь что? Валяй, разбивай, но только за дверью Эдди, я могу... Все, иди Ты уже сделал все, что ты мог Пожалуйста Иди домой Иди Домой Дикон Дик, Дик А что, жить будет? Да, он поправится Просто надо пару дней подождать Пойдем-ка со мной Я тебе кое-что покажу У меня дела Я своей шеей рискую Серьезно Ты должен это увидеть Короче, слушай Пару месяцев назад в лагерь приходил один намат Рассказывал всякое Якобы он работал в аэропорту Он был там, в Ферволе, когда пошел весь замес Как-то ночью они ждали самолет из Портленда Но он так и не прилетел И он вез груз для Красного Креста Красный Крест? Да Понимаешь Медикаменты, оборудование Целый трюм этого всего Может и от заражения крови всякую херню Антибиотики Да, да, да Я про них Короче, такое Куда? Эй, не ори только Заходи, поговорим Ну, короче Этот намат был в диспетчерской Когда самолет просто исчез с радаров Вуф только был и след простыл Примерно здесь С юга горы Вашингтон Это с его слов Упал целехонький Типа, ну, управляемое падение Парни наши сидели и слушали Как умирает пилот с перебитым хребтом Ясно И вы никого не посылали на поиски? Неа Почему? Потому что старик против Железный майк? А, понял Упокоитель Да ты на лету сейчас Все К западу от Айрон Ридж Теперь принадлежит Карлосу И его банде веселых лысых копчиков И если они тебя там поймают Короче, иди на север, брат Потому что иначе договор майка с упокоителями Да, понял, я понял Но вот вопрос Зачем ты мне это рассказал? Так, во-первых Я ни хрена тебе не рассказывал Усек, брат? Во-вторых, ты же намат. Я же не могу бегать за тобой, как шестерка и жопу тебе подтирать. Ясно. Я человек занятой. Я понял. Ты просто у нас такой славный малый, да, Шиза? Я просто пытаюсь выжить. Как и все вокруг. Знаешь, надо жить по совести. Это все, что нам осталось. Улавливаешь? Да, я улавливаю. Держи рацию под рукой. Свяжемся. Да, Шиза, на тебя всегда можно положиться. Ну, что еще? Что угодно, лишь бы не торчать в этой двери. Зен-Джон, ты на связи? Да, Шиза, слушаю. Насчет того, что мы обсуждали. Мне время нужно. Надо глянуть, что там на границе с Айрон Бьют. По счастью, упокоители, если ты меня понимаешь. А, нет, вообще не понимаю. Может быть, разъяснишь? Размечтался. Не забывай, я пошел на риск. Смотри, чтобы я об этом не пожалел. Короче, я скоро с тобой свяжусь. А пока займись чем-нибудь полезным. Докажи, что Майк в кои-то веки оказался прав. Ну, да, конечно, Шиза, как прикажешь. Конец связи. Зен-Джон, ты где, братан? Я здесь, Шиза. Только я тебе не братан. Ну, как скажешь. Я просто стараюсь другу твоему помочь. Насчет того дела. Скажем так, тебе пора выезжать. А, ты про границу с упокоителями? Очень смешно. Ничего подобного. Я к тому, если ты хочешь прокатиться, как вы там говорите, пожечь резину, так вот сейчас самое время. Усек? Да, Шиза. Как всегда, усек. Конец связи. Продолжение следует... Шиза, это Сент-Джон. Я на границе. Ты моих людей там видишь? Нет, тут все чисто. Слышь, сколько у меня времени? Времени? Для чего это? Мы тут с парнями в картишки сели перекидываться. Правда, кое-кто из них в тазоре сейчас должен быть. Ну уж я закрою на это глаза. Мы так можем всю ночь просидеть. Значит, до утра. Ясно? Конец связи. Продолжение следует... Это он. Мы единый разум. Здесь кто-то есть. Пригодится. Пригодится. Выборишься против всего выработки. Киночку. Но, вроде, что вы... Что? Выборишься к нам. Выборяйся к тебе. Отборщимся к нам. Надо посмотреть. Потерянных надо освободить. Не обойдёшь на землю. Не обойдёшь в свободу. Не обойдёшься. Я что-то слышал. Люди! Потерянные! Потерянные! Укрытие! Ладно. Вот так. Мы можем освободить тебя от камеры. Чё касаетесь меня. Я простоahlяюсь. Коissez-ночисто signalsde over быть и ночью. Я прошу вас обращающую шею. Мы отрезаем шею. Мы съёмки... Люб Субтитры сделал DimaTorzok Это люди! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Д找и DimaTorzok Дикон Сен-Джон Приём! Дик, это Рикки! Приём! Она не должна узнать что я здесь Рикки, это Дик Сигнал прерывается, я тебя не слышу Дик, ты где? Мне нужно... Извини, Рикки Мне сейчас малость некогда ДИКО Девушки отдыхают Я уже разобрался Ты разобрался? И как? Ну, все ясно И что тебе ясно? Кто тут командует обороной, я не понял Ты знаешь, я каждый день задаю себе этот вопрос С меня хватит Ага А ты что тут делаешь? Что я тут делаю? Эдди послала за тобой Зачем? Так, стоп, что там с Бухарем? Я не знаю, поехали Что там с Бухарем? Не знаю, Эдди велела найти тебя Ребята сказали, вы с Шизой сюда поехали Теперь я поняла, зачем Ну и что же ты поняла? Самолет, медикаменты Это не то чтобы большой секрет Майк вел переговоры с Карлосом Хотел, чтобы мы поделили их между собой Брехня это все В каком смысле? В таком Я там был Половину груза уже растащили И все следы с места крушения Ведут на юг Упокоителей я знаю Уже не первый год водище Им вообще нельзя верить Ни единому слову Ты говоришь прямо как Шиза Это он тебя подговорил Он рассказал тебе про самолет А, ну-ну То есть ты думаешь, я его шестерка, что ли? А что нет? Тогда откуда ты узнал? От Номата в лагере Коупленда Сама говоришь Это не то чтобы большой секрет Ага, конечно Шиза давно искал повода с ним поцапаться Повезло, что подвернулся ты и помог ему Хочу вопрос задать Может не надо? Когда ты был у нас последний раз по осени Ты послал Майка нахер Потому что он не хотел платить тебе за новых людей Все было не совсем так Я отлично помню, как все было Майк сказал, что не ведет дел с рыботорговцами Так, мы никогда никого не заставляли идти к вам против воли Атакер? Она тоже не заставляла? Не знаю А ты не думал, что у человека, который умирает с голоду Который не спал несколько дней Который до того отчаялся, что не стал от тебя убедать Ты не думал, что у таких нет выбора? И все равно ты вез их всех в Лоспринкс Чтобы срубить кредитов У всех есть выбор, Дика Нам тоже непросто Иногда мы берем к себе людей, которые не могут отрабатывать свой хлеб Радуйся, что железный Майк не такой, как ты Уильям Уильям, если ты меня слышишь, немедленно прекрати Эдди, что происходит? Бухарь Так, подержи его Ты что творишь? Ты что творишь? Слушай, это необходимо сделать прямо сейчас Что сделать? Нет Не смей Не страшно Нет, нет Охренела? Да сейчас так я тебе и позволил Дикон, ну-ка послушай меня Антибиотики могут спасти ему жизнь Но руку ему уже ничто не спасет Послушай, ты должен мне с ним помочь Или он просто умрет на твоих глазах Понял Дикон Ладно Ладно, все Привет, брат Эй, братан Давай-ка Смотри На меня Держи, как следует Дикон 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 Так Держи вон там Ладно, ладно, ладно Так Что, 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 не получается Что, 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 ну кровь же клещет Он кровь есть и что Дикон Дай мне бить Ладно Нет Бухарь, терпи Терпи Держи Держи Вот тут держи И прекрати мне тут паниковать Я пытаюсь Эй Ты молодчина Когда в школе училась Думала Хм Кем бы мне стать Инженером Или, может, хирургом И че не пошла в хирурги О А ты Эй Ладно Сегодня ты спас своего друга Боюсь, он другого мнения Он все поймет Надо поставить ему капельницу Не знаю, где ты все это добыл И знать не хочу Но это многих спасет Дикон Сент-Джон Очень многих Пойду помогу Эдди Майк Ты успокойся Ладно? Дикон Иди сюда Я знаю, что ты сделал Не мог я дать ему умереть Майк Остынь Поздно уже Да я понимаю, что поздно Бухарь выживет Я не знаю Но они тебя видели И выследили Когда об этом узнает Карлос Он нам такое устроит Досрал я на твоего Карлоса Ты подписал чек кровью других людей Надеюсь, ты доволен Ты сделал, что должен Майк Погоди Я был в классе Когда Ты понимаешь Я работал в колледже Чемулта Я открою Осторожь тебя Дикон Ты слышишь? Да, Рики Что такое? Я хотела сказать Мне жаль Что так вышло с похорем Уж ему-то как жаль Эдди просила тебе передать Если бы ты не привез ей тот нож Бухарю сейчас было бы гораздо больнее Без этого ножа Вам просто было бы труднее его резать В общем, я... Мы надеемся Он выжил Он мне тоже друг Слушай Спасибо тебе, что привела нас в лагерь Мне пора Конец связи О, Брайан Я у твоего маяка У какого? В смысле у какого? В этой рации же есть GPS? А, ну да так Конечно Я... Я... Я понял Ты его Лали Фолс Отлично Глядим оба Скоро туда прибудет человек Отбой О, Брайан Чтоб тебя О, Брайан, отзовись Тут твои друзья О, Брайан Сказал же Они мне не друзья Ладно Иди пешком Да, да, да Я знаю Что мне нужно сделать? Прикрепить маячок? Нет, не в этот раз Этот я и так отслеживаю Ожидайся Иди за специалистом Она должна осмотреть инфицированный экземпляр Филька Пойманного в пещере В пещере? Значит, я должен лезть За вооруженными бойцами Неро в пещеру Просто держись рядом И тогда я смогу Перехватить ее данные О, Брайан Я пока не нашел То, что тебе нужно И зачем я с тобой Разговариваю? Конец связи Доложитесь Нормально Нормально Все тихо Порядок? Все чисто, дом Вы это слышали? Нет Я почти закончила Просто держаться рядом Так, Брайан? Я вот это не понял Что? Это легко Первая стадия Вторая, третья О чем ты? Ведь вирус Он и есть вирус, так? Нет, все Несколько сложнее Не отвлекай Ладно Я знаю Я солдат Но до фрик-шоу Я учился на биолога Объясните Вкратце Серьезно? Ну да Ладно Мы точно не знаем Но анализы крови Имеющиеся данные Указывают на то Что вирус поражает Лимфатическую систему Воспроизводясь И атакую клетки В катастрофических масштабах Атакуя? Точнее Переводя ряд Пакующихся Протоонкогенов В активное состояние Чего он занимается? Рак Посмотри на него Посмотри на них Это по-твоему рак? Ну может такой зверский? Нет Нет, нет Это нечто намного хуже В смысле? У этого вируса есть цель Фрики стали такими Потому что вирус хочет Чтобы они были такими Что вы хотите сказать? Я хочу Господи, а что я хочу сказать? Терроризм Вы думаете Это было намеренно? Не знаю Все, что ли? Закончила? Так, ладно Пора отсюда уматывать Спасибо за субботу О, Брайан, ответь. Я получил данные. Да, я знаю. Мы их обрабатываем. Что за хрень она несет, О, Брайан? Про этот вирус, как его там. Про то, что он делает. Я хочу понять, что происходит, О, Брайан. Что они здесь делают? Чем ты занимаешься? О, Брайан! Хорошо. Я скоро выйду на связь. Отбой. Так, это мне быстро надоест. Лост Лейк вызывает Сент-Джона. Дикон? Да, Рики. Что такое? Железный Майк сказал, что ты готов нам помочь. Добыть припасы для лагеря. Но ты не готов работать с Шизо. Да, типа того. Что ж, я тебя не виню. Ладно, получается, работать будешь со мной. Так что загляни в мастерскую. Для тебя есть дело. Да, ладно. Конец связи. Эдди, ты на связи? Дикон Сент-Джон вызывает лазарет Лост Лейк. Дик. Я знаю, что ты сам не свой. А ты как? Что делаешь? А, Бухарь? Да, ничего. Просто надоело слушать радио Свободный Орегон. Меня от этих его конспирологических бредней уже тошнит. Знаешь, Дик. Я тебе рассказала, что если бы не в них я бы загнулся, ты привез эти анти-что-то там. Слушай, я... Весело, наверное, и было. Держать меня, пока она меня кромсала. Помнишь как? Джек резал индейку, когда мы собирались в последний раз. Как она у него ездила по всему столу. Да, конечно. Я помню. Я до сих пор его чувствую. Нож. Это хуже упокоителей. Если бы там не было тебя, если бы принять не держал. Я не знаю, что было бы, Дик. Не знаю. Ну, уже все. Все, дело сделано. А, Дик. Ты прости, у меня голова кружится. Да. Слушай, если Эдди узнает, что ты не в койке, она меня убьет. Да. Мне уже пора. На боковую. Все, конец этим. Послушай. Бу. Черт. Кто-то у ворот. Это Дикон. Дикон. Дикон Сент-Джон. Как дела? Как дела, Бац? Дик, бензин нужен? Он бы тебе пригодился. Ладно. Еще увидимся. Рики, ты сказала, есть работа? Привет, Дик. Да. Помнишь имя Райли? Все звали его Рыжий. Рыжий Райли? Впервые слышу. Но дай угадаю, он рыжий. Что? Ты о волосах? Нет, дело в сапогах. Он носил сапоги из змеиной кожи кошмарного кирпичного цвета. Зрелище было то еще. Да уж. В общем, когда-то он ходил для нас на вылазки, а однажды вдруг решил, что лагерь платит ему мало. И тогда он взял и убил Линдси Фуллер. Кого? Линдси. Работала с припасами Дабле. Подожди, он убил безоружную женщину? Да, она была вооружена, только не ожидала, что он выстрелит ей в лицо. Представляешь? В общем, рыжий ее убил, забрал все припасы и смылся. Больше его не видели. Вот он, ублюдок. А теперь вот засекли. Обосновался с друганами в Кэмпайнер. Можешь не продолжать. Я очень не люблю. Когда убивают безоружных женщин, я знаю. И знаю, что ты не откажешься. Да, короче, я разберусь. Что еще о нем известно? Немного. А, погоди. Он жует табак. Говорят, он настолько это любит, что разворачивает бычки, вытаскивает табак и жует. А, мерзость какая. Еще один повод его убить. Ага, но будь осторожен, Дик. Эй, Дикон. Эй, Баз. Эй, Баз. Рикки, я в Кэмпайнер, и тут просто бойня. Рассказывай, там есть наши ребята? Нет, вряд ли. Похоже, они зачищают фриков. Не волнуйся, я его найду. Отбой. Решил, что ты крутой? Да, которую я застрелил. Она вздумала огрызать. Я такого не потерплю. Я сказал ей, захлопни пасть. А не то, я тебе башку прострелю. Господи. Неужели это все из-за той дуры из лагеря? Одного потеряли. Нет, нет. Пригодится. Эй, ты, хватит прятаться, как баба. Выходи. Он подевался. Найди его. Клянусь, я что-то... Это все. Назад, назад. Эй, ты, хватит. Эй, ты, хватит. Эй, ты, хватит. Эй, Рикки. Я его достал. Дикон, я так рада. У Линдси были друзья. Я им сообщу. Хорошо. Ладно, увидимся, Рикки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор 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 А.Егорова Дик Я тут думал Ну, про то, что ты сказал Ну, чтобы, типа Тоже внести свой вклад Помочь лагерю Я слушаю Есть минутка Покажу кое-что Да, пара минут для тебя найдется Так куда мы идем? Ты бывал в пещерах к северу от озера? Бывал Я туда еще вперед тебя дойду Ну, ладно Пошли Я все равно сегодня собирался на болото Загляну в те края, проверю, кто в трясине увез Когда ты последний раз был там? Да уж давно Когда я был мелким, мы в этой пещере, считай, жили Мой папаша увлекался геологией Кажется, у нас тут парочка застрявших в болоте фриков Да, похоже на то Молодец Ну что, Шиза нашел нового специалиста Ты знаешь, куда Шиза может пойти Короче, я что говорю? Он мог часами рассказывать, как формировались эти пещеры Как порода снаружи затвердевала Но внутри продолжали течь подземные реки, лавы Тут большие пещеры Туристов в них раньше водили Здесь Метолиус, есть еще другие Они в этих местах повсюду Короче, мы уже близко к шоссе Теперь надо потише Так, пригнись, пригнись Ох ты ж, ел Ты для этого меня сюда привел Понюхать толпу фриканов Ну да Ладно, ладно Теперь иди за мной Стоп, стоп, стоп Куда идти? Куда ты меня ведешь? Я покажу Идем Подходи к ним Пригнись Что мы вообще делаем, Дик? Это же глупость какая-то Даже для намата Погоди Ты сам рассказывал мне, как летом приезжали туристы из Калифорнии И за них встало движение на 97-й трассе и 5-й магистрали Да В июле от людей воняло почти как от фриков Ну, в одном ты не ошибся Эти фрики Большие скопления Те, что мы называем ордами Я думаю, это из-за них у нас не получается сократить их число В смысле? Ну, сам подумай Я уже больше года охочусь на них в одище Бухарь тоже Рики, Шиза и другие Сколько, по-твоему, фриков я убил? Немало Немало, да Но их почему-то не убавляется Ну и? Все дело в ордах Каждую ночь они прут сплошным потоком по шоссе Сантиям Тысячи фриков прибывают в долину Лост Лейк На север каскадных гор И ты думаешь, они идут из Калифорнии? Шоссе перекрыто Через перевал уже пару лет никто не ходит Для фриков оно не перекрыто Это нормальным людям по нему хода нет Короче, я к чему веду Огромные орды приходят сюда каждую ночь И мы ни хрена не можем с этим поделать Ну тут ты прав Мы пытались в свое время Потеряли немало ребят Я знаю, Майк, это при мне было И после каждой орды остаются шальные фриканы Либо орда натыкается на препятствие Рассеивается И вот опять фрики повсюду Куда ни посмотри На них и смотреть не надо Носом учуешь Если мы найдем способ преградить ордам путь Может получится наконец-то уменьшить число фриков Станет безопасней Освободится земля под распашку Да И как нам этого добиться Ты прекрасно знаешь, что нельзя перестрелять эту Как ты называешь Орду Вот смотри А чтоб мне провалиться Фрики тут зависают днем Спячка у них или хер там и знает что Или ты предлагаешь все это Да Взорвать все нахрен Динамит там, там и там Обрушим на них гору и прикроем всю лавочку Ну, минус пара сотен фриков Погода это не сделает Погода это не понял Завалим пещеру И им негде станет отсыпаться Или может эта сраная тропа пересохнет И тогда другие перестанут приходить сюда Ясно Ну да Это интересно Все, хватит Пошли обратно Ладно Суставы я вроде разогрел Давай, не отставай Да уж не отстану Скажи мне Сколько нужно прожить водищей Чтобы стать экспертом по фрикам Ты за ними что, по пятам ходишь? Изучаешь их повадки? Не совсем Тогда откуда ты все это знаешь? Что Орда будет делать? Где они спят? Пару дней назад Я ехал к северу от Белнам Крейтер И увидел вертолет Вертолет? Да ладно Послушай Это был черный вертолет Как раз на таких люди Нера Тут рассекали повсюду Когда началась эпидемия И ты такое видел В небе Я проследил за ними Спер их рацию Я пытаюсь выяснить Может у них Где-то здесь есть база Припасы Черт, хочу понять Что там с федералами Живы они или нет? Они тут проводят Какие-то полевые исследования На фриках Изучают их То есть они тратят ресурсы На это Пока брошенный народ Сражается за жизнь Из последних сил Я проследил за ними До пещер Гротта Кейвс Знаешь где это? Да Они установили датчики движения Чтобы замерить Сколько фриков Прячется в пещере днем И майк их там тысячи Да ну Между собой Они обсуждали Что фрики Со всех каскадных гор От территории За Крейтер Лейк На юге До Сметрок на севере Все они спят В этих лавовых пещерах Если взорвать вход Может у нас тут Фриков поубавится Дик Твоя идея Она неплохая Но Для такого дела Надо очень много динамита Но ты хотел защитить Лост Лейк Я предложил тебе способ Ладно Короче так Мне надо кое-что уладить А ты Жди меня у моста Я скоро буду Есть где взять динамит Энджон Час назад Ты должен был явиться На ферму Тебя там лопата ждет Насчет лопаты Я занят Да У нас с железным майком Как раз сегодня вылазка С железным майком? Пойдешь на грядки Прямо сейчас А не то вместе Со своим вечным бойфрендом Вылетишь обратно в водище Понял? И хоть сдохни там Да Все ясно как день Конец связи Сент-Джон Чем могу помочь? Ты готов? Куда мы едем? Твой черед мне доверится Так куда мы направляемся? Ты знаешь Что добывали в местных шахтах? Да Ртутили Типа того Верно Киноварь Ртуть извлекали Из киноварей На востоке Народ думает Что тут были золотые рудники Или серебряные Но это не так В начале прошлого века Киноварь ценилась Дороже золота Шахтеры используют Динамит Чтобы расширять ходы Пробивать новые тоннели Расчищать завалы И все такое А для этого Надо зарегистрироваться И предоставить инспектору В окружном суде Дубликаты ключей От всех своих сейфов В окружном суде? А он тут где вообще? Я думал ты знаешь В старом здании мэрии В здании мэрии? Это в Кэмп Шермане что ли? Господи Майк Ты что? Ты же сказал Ты сказал что больше туда ни за что не вернешься Разве? Не помню такого Ты был пьяный Это было После смерти Джо А я сказал почему? Нет Вот здесь Направо будет Мы на месте Майк Там будет полно тварей Может все таки лучше не рисковать? Да ладно Лишь бы погода не переменилась Так Дом видишь? Это была мэрия Туда нам и надо Давай не будем нарываться Не лезь в здание Пойдем Нам с тобой сюда Куда мы направляемся? Иди за мной Ключ будет у инспектора И ты знаешь где он? Где его тело? Да Я это знаю Ты слышал что тут было? Да Все погибли Мужчины, женщины, дети Всего несколько человек спаслись И ты один из них Так? Всего двое Я и Нора Но это не фрики Всех угробили В каком смысле? Смотри Господи Это что, Майк? Через две недели Патроны кончились Предложили перемирие Встречу Вот здесь Мы знали Что нас ждет Мы знали Что будет И готовились Бой Продлился Недолго Но было страшно Конечно Патроны у них Еще остались И они Но ты сам Все видишь Но в общем Когда все кончилось Из города Ушли двое И временами Мне жаль Что одним из них Был я Инспектор Вон тот В костюме Бери ключ И ввалим уже Отсюда Тебе наплевать На пещеры Ты привел меня сюда Чтобы Ты привел меня сюда Чтобы показать мне вот это Ты не прав Ладно Ключ взял Мы пойдем Заберем схемы шахт Как я и сказал И добудем столько динамита Что хватит на все пещеры В долине Не гони В одном ты прав Я не жалею Что показал тебе это Я не понимаю тебя Я говорю про войну С упокоителями Которую так хочет Развязать Шиза Ты думаешь Ему есть дело до жертв С любой из сторон Да ну тебя Пойдем Дело не ждет Вот дверь Тут все заперто Нет Давай Надо подняться Наверх Судя по запаху Кто-то сдох Шакалы Да я их чую Скверное дело Я никогда детей не любил Они мне действовали На нервы Мы с моей Элизабет Мир ее праху На этой почве Не раз ссорились Ты не любил детей? А я думал Ты всех любишь Почти никого В сущности Но терплю многих Даже сильно Остроумных Намадов Сюда Так Порядок Вот оно Теперь мы знаем Где в округе все шахты И где там динамит Ну все Пошли Слышал? Ага Ты никому встречу Не назначал? Нет Ну если что Прикроешь Эй Я не лезу в неприятности Но и не бегу От них Держись за мной Эй Я в состоянии Себя защитить С этим я не спорю Но ты помнишь Что было в прошлый раз? Я и говорю Буду держаться за тобой Это Вроде все Пошли Давай веди Все Порядок Спрячься Фрики Сейчас вам сюда сбежится весь город Да Да За ним За ним Не уйдем Убить Убить Это еще Это люди Спешники Я разберусь Победа Я ранен Дим Все, ребята Отвлекайте Сделают Да Пойдем Поспеваешь Старик Вон Пошли Пошли Старик ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, охренеть можно! Вот почему в Кэмп Шерман никто не соётся. Если Эдди узнает, что ты тут рискуешь своей шеей, она взбесится. И откуда же она, интересно, об этом узнает? Не от меня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Насчёт упокоителей, зачем ты хотел мне это показать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаешь, Дик, ты мне напоминаешь меня самого, ну, в молодости. В каком смысле? Тебе она всё насрать. Ну да, ты переживаешь из-за друга, не хочешь, чтобы он умер. А вот до меня и всех остальных людей на планете тебе нет дела. Добряки очень быстро дохнут. Да, это верно. Только вот эгоисты дохнут с такой же лёгкостью. Жители Кэмп Шермана тоже решили, что будут думать только о себе. Нетрудно убить человека, когда он просто кусок мяса, стоящий между тобой и твоей целью. Жизнь захочет убить упокоителей, потому что думать, что они больше не люди. Они не в счёт. Они стоят у него на пути. Нет, я на эту хрень не куплюсь, чёрт-то с два. Шиза, никак не поймёт, чё это я такой пацифист. Ну, так он меня называет, говорит, что я всех выгоню в могилу. А что, Майк, ты собираешься это сделать? Ну, фрики же не вечные, да? И когда они передохнут, кому-то придётся всё вокруг восстанавливать. Нет, стой, ты послушай. Я не люблю Карлоса и упокоителей, как, впрочем, и эту Такер, или этого Коупленда, и всех его грёбанных адептов. Но ты слушай. Дело-то вот в чём. Я не буду лезть из кожи вон, чтобы их уничтожить. Хватит с меня убийств. А если Карлос на вас нападёт? Нет, не нападёт. Я договорился. Субтитры сделал DimaTorzok Диган Сент-Джон, это Лос-Лейк, приём. Майк, это Диган. Я слышал, ты привёл Шейна Райли, но когда я хотел его допросить, никого не нашёл. А тут такое дело, Майк. Я пытался его привезти, да, но он адски сопротивлялся. Он не оставил мне выбора, Майк, вообще не оставил. Ну-ну, ты же помнишь, что я говорил о том, как мы ведём дела? Да, да, Майк, я помню. Конец связи. Спасибо, Рики. О, Брайан, я возле маяка, у того, что рядом с Кэмп Роук. Намат? То есть, Сент-Джон, понял? Зачем я здесь? Сейчас туда прибудет вертолёт. Будь готов. Отбой. Эм, ну ладно, жду. Сент-Джон, они должны быть на месте. Ты их видишь? Да, их трудно не заметить. Что от меня требуется? Подберись к специалисту. Тебе нужно держаться рядом, иначе я не смогу перехватить данные. Ладно, я понял. Давайте, ребята, будем встать. Так, надо прикрепить к вертолёту маячок. Нормально. Валите, валите отсюда. Не попадаться на глаза. Вы зачистили перемен. Что ж вы, ребята, здесь забыли, а? Решили сделать остановку, типа подзаправиться на всякий случай. Чёрт, боже. Там же написано, бензин кончается. Но нет, видимо, для вас это совсем не проблема. Сколько времени это займёт? Вот так. У Брайан я поставил маячок. Проверь там у себя. Принято. Подожди. Да, есть сигнал чёткий. Конец связи. Да, не стоит благодарности. Когда пролетали над Ферволом? Там было столько фриков. Да, прямо там два. Ну вот, дождь начинается. Могут и фрики вылезти. А вот и он. Заметка номер 2060. Мы завершили осмотр 24 гнездовий. В том числе в Мариан Форкс, на кладбище Пайонир, на лесозаготовительной базе у шоссе Каскейт, на стоянке грузовиков на Аутбеллнапроуд. Как она называлась? Крэйзи Уиллис. Ну да, там типа заманиловка была для туристов. Показуха картонная. В общем, Крэйзи Уиллис. К югу от Беллнапгрейдер. У меня вопрос, дом. Да, задавай, я же ничем не занята. Гнёзда. Зачем они их строят? Мы не знаем. Почему они строят их именно в зданиях, постройках, хижинах и всём таком? У нас есть теория, что... Мы никогда не находим их там, где бы их построили дикие звери. На деревьях или в лесу. Только в домах. Ты закончил? Извините. У ребят из лаборатории есть теория. И когда они будут готовы её обсудить, они сразу прибегут к тебе в казар. Да я просто спросил. Я тоже всякое подмечаю. Я вообще-то не всю жизнь был солдатом. Я могу продолжить? Да. К югу от... Беллнапгрейдер. Некоторые области Беллнапа не были исследованы вследствие того, что рядом с гнёздами были людские поселения. В частности, большой лагерь на... На курорте Соломея. А... А, да. Соломея. На празднование же Дня Рождения Мира, да, она плясала перед собранием. И он, всклятывая, обещал дать ей, чего она не попросит. Она сказала, дай мне голову Иона Крестителя. И опечалился царю. Ну и название выбрали. Да уж. Опять же, по некоторым вещам из прежнего мира я не скучаю. Все, скачалось. Сегодня вообще не мой календ. Библия? А теперь что, цитируют Библию? Хорошо, наверное. Летаешься беспокойно. Как долго еще? Еще есть время почитать? А я откуда знаю. Господи, ну, давай. Когда он захочет, так и свалить. Есть. Так, теперь надо отсюда убраться, пока меня не засекли. Жрать у шахмота. Есть такое. Хватило бы топлива на обратный путь. Что-то нас сегодня далековато занесло. Пока мы на земле, топлива наименьшее из наших проблем. Топлива. О, Брайан. О, Брайан, ты меня слышишь? Я сейчас не могу говорить. Буду на этом канале позже. Конец связи. О, Брайан. Ты сука. Надоело быть у тебя на побегушках. Дик, поторопись. Рикки, что не так? Парень, которого мы искали, Эрик Линч. Тот, кто убил Кэмпбелла и Рида на ферме. Линч, мэн. Вот сука. Ты знаешь, где он? Да, он на северном побережье. На старом причале. Шиза хотел им заняться, но Майк велел позвать тебя. Я найду его. Да, спасибо, Дик. Как дела, брат? Дик. Вот это и, наконец. Без тебя, как без рук. Ну-ка, ложись давай. Да, мэм. Его навещать пока нельзя, а мне лишние руки нужны. Ладно, увидимся. Буду ждать. Эй, док, док, скажите. Как вы думаете, я смогу играть на пианино? Очень смешно, Уильям. Ложись. Ладно. Могу и третьей рукой? Не, правда, возьму и подыграю. Ну, сам видишь, он поправляется. Лихорадка прошла. Хорошо, рад слышать. Ну, ладно, я пойду. Дикон, я уже говорила, Уильям обязан тебе жизнью. Бухарь ничем не должен, наоборот. Эй. И еще двое. Эдди и Мия бы умерли без антибиотиков. Это я так, к слову. Похоже, ему стало лучше. Дикон, нам нужен живым. Живым? Да ну, это еще зачем? Он сбежал с двумя мешками семян, Дик. Нам нужны эти семена. А, черт. Надо узнать, продал он добычу или припрятал. Да уж, подкинула ты мне работенку. Ладно, я его найду. Конец связи. Ладно, где? Все, не уйдешь. А, черт, вот он. Ну все, Линч, хватит уже. Нет, 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 от меня не уйдешь. Иди к черту, Саджан. Саджан. Иди к черту. Ух, как же так, линчмен? Тебя что, плохо кормили в лагере? Думал, просто убьёшь пару человек и смоешься с нашим добром? Плевать, что куча людей умрёт с голоду. Ты своё взял и ладно? Не бросай меня здесь! А вдруг тут пройдёт орда? Так же нельзя! Пожалуйста, не бросай меня здесь! Ты меня сажу, Руки! Стой! Рики, я его поймал. Отправлю координаты. Пришли кого-нибудь, пусть заберут. Семена у него с собой? Нет, нет, я их не видел. Ладно, мы им займёмся. Конец смерти. Да ладно, это просто гипер. Пока, линчмен. Эй, у меня для тебя дело. У тебя дело для меня? Да. К западу от моста, у берега, лежат дохлые фриканы. Так вот, их надо оттуда выудить и оттащить кострам. Ясно? Дохлые фриканы? Да. Нет, ты извини, я занят. Эй, я поручил тебе дело. Не знаю, что там Майк тебе наговорил, но у нас тут принято работать. Эй, эй, эй! Шиза, работу он уже получил. Так, ты тут вообще ни при чём. Так решил железный Майк. Я еду в водище, и Дик едет со мной. Ясно? Ну, я ж говорил, я занят. Возвращайся, я буду ждать. Поехали? Куда? Тебе не пофиг. Куда ты меня ведёшь? На север. Рикки, у меня реально нет времени ни на Шиза, ни на тебя. Я тебе всё покажу. Майк рассказал про твой план. Какой нахрен план? Ты хочешь замуровать входы в пещеры, чтобы остановить орды. Не факт, что их это остановит. Может, замедлит. Слушай, ты к чему ведёшь-то? Да так. Я просто подумала, может, ты решил остаться. Я имею в виду не из-за бухаря, а потому что хочешь помочь. Ты так подумала? Эй, и я в своё время за припасами гонял. Да, но этим всё и ограничивалось. Даже не спорь. А теперь ты помогаешь Майку замуровать пещеры? Как мне на это реагировать? У нас погиб человек, когда этот генератор отрубился. А с ним и аппарат искусственного дыхания. Искусственного дыхания. Охренеть. Народ, опомнитесь. Я не в состоянии сам дышать, тот уже сдох. А был бы это бухарь. Ну да, я так и думала. Короче так, электричества у нас нет почти два года, но трансформаторы целы и линии тоже. По крайней мере здесь. Я хочу поехать на север к электростанции, ну просто посмотреть в чём там проблема. Ну так иди к Шизе и попроси себе охранника. Да не нужен мне охранник. Ты жил в тех местах, хорошо там ориентируешься. Ты ведь просил меня помочь, так? Теперь помоги мне. Чёрт. Вот и хорошо. Пойду возьму ещё парней в помощи. Нет, без парней. Мы действуем тихо. Нарвёмся на людей Коупленда, я договорюсь. Но в тех краях полным-полно упокоителей, ну и прочей всякой шушеры. Большой отряд привлечёт ненужное внимание. Нет, тихо. Руководить здесь буду я. Чёрт. Ладно, поехали. Слушай, хочу тебя спросить. Той ночи в лазарете... Прострелила бы я тебе башку? Нет. Правда? Судя по твоему взгляду, ты... Вывела бы наружу, а там бы уже стреляла. То есть ты просто не хотела бы забрызгать там всё кровью? Ага, именно. Начнём пораньше, успеем вернуться засветло. Если только ничего не случится. Что может случиться? Ну, веди. Следуй по маршруту, который я отметил на карте. Там будут лагеря мародёров, их лучше объехать. Ага, поняла. А как ты здесь очутилась? Я никогда не спрашивал. Так же, как и все. Когда пошёл замес, я была в сотни миль от дома. Когда я вернулась, там уже никого не было. Откуда ты родом? Я выросла недалеко от Портленда. Работала в городе, ночевала у друзей. На выходные домой. Жизнь в мегаполисе. Ну, таком. По меркам Орегона. И как там всё было? В смысле, как ты оттуда выбралась? Не знаю. Повезло, наверное. Все дороги на побережье были забиты. Одна большая парковка. В Виламид Уэлли была бойня. Всё случилось так быстро. Я сказала друзьям, надо уходить. Но они вряд ли послушали. Туда вроде сбросили атомную бомбу. На Портленд? Ну, я тоже слышала. Сомневаюсь, что это правда. Мы бы заметили последствия. Да. Так вы с Эдди... А ты против? Я? Да нет. Я просто не знал. Мы ведь сколько уже знакомы. Видимо, просто не заходил разговор на эту тему. Я была как ты. Мне казалось... Не знаю, что лучше держать дистанцию. Так проще выживать. Слушай, я вообще зря спросил. Это не моё дело. Поэтому я и подалась в лагерь. Это шанс снова пожить нормальной жизнью. Ну, желаю удачи. У нас с Эдди... Ничего серьёзного. А так и не скажешь. Ну, теперь жизнь движется быстро. Понимаешь, о чём я? Мне всё равно. Хотел сказать кое-что. Валяй. Я признателен тебе за то, что ты за нас поручилась. Ну, с Бухарем. В смысле, перед Майком. Ого! Что-то ты размяк. Иди ты. Спасибо, я тебя ещё не слышала. Ну, может, раньше и не было повода. Ну, ну. Слушай, а куда вы с Майком ездили? А он что, разве тебе и не рассказал? Без него слова не вытянешь. Я Майка давно знаю и никогда не видела его таким, как сказать, подавленным. Так куда вы ездили? В Кэм Шерман. Там же теперь фрик-шоу. Да, но у нас не было выбора. Я предложил ему замуровать входы в пещеры, чтобы орды не могли пройти. Он знал, где горно-отводная контора. Мы взяли там карты. Он выяснит, где хранится взрывчатка. У тебя рация сбоит? Мне послышалось, что ты вызвался помочь. Ну, я же поехал с тобой. О, господи. Ты просто не хотел идти на болото. Ладно, раскусила. Так что случилось? Было ведь что-то? Ничего, ничего не случилось. Он ничего не сказал? Короче, ничего не случилось. И Майк ничего не сказал. Сама говорила. Из него лишний раз слова не вытянешь. Мы подъезжаем. У ворот сбавь скорость. Мы не знаем, кто там живет или что. Ага. Похоже, чисто. А ты ожидал проблем? Я их всегда ожидаю. Если они будут, нам крышка. Ладно, идем. Хочу проверить выходной поток. Куда ты идешь? Сюда. О, нет-нет-нет. Так не должно быть. Воды должно вытекать больше. Отсюда. Да? Да. А еще слышишь? Что? Что? Вот именно. Если бы турбины работали, даже отсюда было бы слышно гудение. Что произошло? Что? А. Да то же, что со всеми мостами. Умные люди в военной форме решили, что если взорвать их, орды не смогут пройти. А. Орды беженцев или орды фиков? Ну, для таких как Коупленд. Что те, что другие. Ладно, пойдем. Надо кое-что глянуть. Иди, потрогай. Иди. Чего? Ну, что чувствуешь? Ничего. Именно. Если бы вода текла, турбины бы вибрировали. Идём. Нам сюда. Надо подняться на самый верх. Ну, веди. Видишь трубы? Это напорный водовод. Вода из хранилища под напором стекает вниз по этим трубам. А дальше вся мощь потока поступает непосредственно на лопасти турбин. Откуда ты всё это знаешь? У меня два старших брата всё время возились с машинами вместе с папой. Он устроил меня в Боинг, когда мне было 17. Я училась на заочном, хотела стать инженером-механиком, а потом началось это. Ты их больше не видела? Отца, братьев? Нет. Давай, пошли. Так, сейчас разберёмся. Ну, будет весело. И что теперь? Так, погоди, а что ты делаешь? Мы не так давно общаемся, но за всё это время ты ни разу не вызвался что-то сделать. А кто-то должен прочистить отверстие. И это я. А ты можешь постоять и посмотреть. Ну ладно. Короче, погнали. Да, тут всё загажено. Но я, наверное, смогу очистить. Ты сбегай вниз, к турбине. Посмотри, она хоть вибрирует. Ничего. Что? Есть движение? Да, сработало. Ты чуешь вибрацию? Да, но электричества всё равно нет. Что? Ну вот, а я хотела легко отделаться. Ладно, проверим трансформаторы. А твой отец и братья, что с ними стало? Не знаю. Когда я ехала домой, я много раз им набирала. Всё время было занято. Когда я добралась до дома, никого не было, как и во всём квартале. Везде были листовки, приказ об эвакуации. Я поехала в ближайший лагерь беженцев, но его разгромили. Все погибли. Там повсюду были фрики. Рики, я... Я сочувствую. Ну, это было давно. Вот эти подают ток на линии, идущие на юг. Есть идеи, в чём проблема? Не-а, без понятия. Ладно. Ну, может, в распределительных щитках что-то кротнуло. Пошли посмотрим. Ага. Ладно. А чем тебя допёк Шиза? Ты ему прям будто в глотку готова вцепиться. Мы тут как-то с Эдди застукали его за окном хижины, когда мы мылись. Что? Он подглядывает? Сказала, ещё раз поймаю. Я ему докажу, что у меня ствол больше. Господи. Знаешь, раз там была Эдди, он, скорее всего, пялился не на тебя. Еле удержала. Она хотела его кастрировать. Не зли женщину, у которой всегда под рукой скальпель. Эй, подсади меня. Ладно. Давай. Вот. Я открыла ворота. Пойдём, щиток должен быть здесь, рядом. О, господи, что это за вонь? Гнёзда фриков. Судя по запаху, их тут много. Держись рядом. Сколько у тебя молотовых? Достаточно. Так. Помнишь, как делаем? Ты поджигаешь, я их выношу. Давно это было, но я помню. Зажигай. Ты готова? А, да. Вот так. Сейчас зажжём. Ты готова? Живая? Да. Эти ребята совсем не любят гостей. Их можно понять. Ну, пусть привыкают. С сегодняшнего дня это собственность лагеря Лослой. Власть народа. Ага. Проверим распределительные щиты и валим. Ну, всё. Ты готов? Ага. Ладно. Есть! Хьюстон, у нас есть ток. Неплохо. Всё благодаря тебе. Так, теперь надо чем-то подпереть дверь. Не очень-то мне хотелось бы таскаться сюда каждый месяц. Через месяц. Ты ещё не свалишь? Что? Нет, не знаю. Что за человек? Да я просто прикалываюсь. Почему ты спросил про моего отца и братьев? Не знаю. Ты просто никогда раньше о них не говорила. И я... Слушай, извини, если я тебя... Если ты не хотела затрагивать эту тему. Рики. Рики. Не сейчас. Спросишь потом. Что? Ты... Почему это? Давай не будем время терять. А ты не спросил, почему я свалила от вас с Бухарем? А что, должен был? Я так и знал. Майк мозги запудрил. А, Рики, вот это надо делать сейчас? Раз. Мы держались вместе... Сколько? Пару месяцев? Ну, хватит. Чему ты? Ладно. Короче. Однажды ночью... Я хорошо это помню. Шёл снег и, в общем... Бухарь храпел. Ну, ты знаешь, как он храпит. Я боялась, он приманит к нам орду. Ну да, храпит он знатно. В общем, ты думал, что все спят и, как всегда, сидел снаружи в одиночестве. И на что-то смотрел. Ты всю ночь не спал. Покажи мне фотку. Пожалуйста. Тогда я поняла. И что, ты поняла? Что я не хочу вот так. Как многие из нас. Не хочу жить прошлым или бежать от него. Я... Лично я хочу смотреть вперёд. Вперёд, а не назад. Ни хрена ты не поняла. Ясно? Приднись. Это точно они? У него знак на спине. Мы из лагеря Лос-Плейк. У нас в мире. Это было гениально. Может, повторишь? Просто. Жди тут. Не высушивайся. Я хочу драться умею. Да? Как остальные лагерные? Лагерные? Иди ты. А что-то вы далековато от дома собрались. Вот как ты. Что они вообще тут делают? Нет, 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 нет. Проваливайте обратно. Вайрон бьют, уроды. Что народ куда выплезли? У Железного Майка с вами договор. Слушайте, мы из лагеря Лос-Лейк. Я что-то наделил. Вручай. Что вы забыли на севере? Вам же нельзя далеко отходить от вашего Карлоса. Что это? Что это? Время-либо. Что связано с этим? Время-либо. Ногоп. Что-то. Время-либо. Что-то. А давайте мы пустим вам кровь и бросим подыхать То-то все фрики обрадуются Вы же этого хотите? Подстрелили Докатитесь вы все к черту Ну что, покорились? Довольно, а? Кажется, это последний Они так обдолбались Не знаю Я раньше видал торчков, которые так себя вели По-моему, они были под фенциклидином Или как там оно еще называется Точно, Соли Перед эпидемией как раз пошла мода на эту хреноту Ну да Пойдем глянем, что там с нашими байками Ты что, реально думаешь, что эти ублюдки будут соблюдать договор? Я не знаю Слушай, да после того, что они сделали с Бухарем и с Лизой, которая... Один из них сжимал это в руке В чем дело? Вы что, с ними как-то столкнулись? Вы с Бухарем до того, как ты украл антибиотики Ну я... Я не знаю, но чем бы я не обидел Карлоса Если он мне теперь попадется, я точно сделаю что-нибудь похуже Ладно, поехали Так, поедем вдоль проводов на юг К трансформаторам Надо их осмотреть Ладно, показывай дорогу Можно тебя спросить? Может, не надо? Как ты попал в мотокуп? Долго рассказывать Так нам и ехать долго Я служил в 10-м горном полку В передовом соединении Работали с Северным Альянсом Я не знала, что ты был в армии Как тебя? Ты будешь слушать или нет? Извини Ну, короче, мы наступали на Мазари-Шариф Нарвались на засаду Нас встретили отряды Талибана Которые двигались в другую сторону Они были на грузовиках На которых стояли модифицированные зенитки ЗУ-23 Крупный калибр? Да, очень крупный Наш джип взорвался Упал с обрыва прямо в реку Хари Ты представляешь, как трудно утонуть в Афганистане? Очень трудно Это, считай, одна сплошная пустыня Меня выбросило из машины Когда пришел в себя, джип лежал на дне вверх колесами Я поплыл к нему искать уцелевших Вытащил на берег тело И потом еще семь тел К тому времени, когда я вытащил Тенера Моего сержанта Меня уже накрыло И когда я вернулся домой Не знаю Купил байк Провел пару лет в разъездах Просто перебирался с места на место Вервел? Ты же в этих краях вырос, да? Да, да Короче, когда я решил здесь осесть Я устроился на работу в мастерскую Которую заправлял один старикан, Джек У него был свой мото-клуб И, в общем, президент Так мы его звали Лично вручил мне нашивки Подожди Пухарь про него рассказывал Его, кажется, потом посадили Случилась одна неприятная хрень И он взял вину на себя Как я понимаю, вы детство дружили? Ну вот И все-таки один нашелся Давай-ка вернемся утром Ты прихватишь с собой инструменты И закончим с этим делом Днем будет меньше фриков Без горячего душа? Ладно Хочу тебе кое-что показать Рики, давай не сегодня, а? Ну ты же у нас эксперт по фрикам А я покажу тебе то, чего ты не знаешь Все равно мы уже сюда приехали Ладно Вперед Можно тебя спросить? Господи, ну вот опять Может, не надо Ради чего вы продолжаете? Что продолжаем? Почему вы до сих пор носите цвета? Ты и Бухарь Вы же не пытаетесь никого завербовать И не отстаиваете территорию? Нет Пара ребят, с которыми я работала на заводе Носили цвета по выходным Я как-то спросила их об этом И они сказали, что это типа Как посыл нахер Полиции, правительству И вообще всем властям А против чего бунтуешь ты? Против того, что осталось Мы носим их просто потому, что носим Чего ты хочешь? Не знаю, как Бухари А я не пытаюсь никому ничего доказать Просто Цвета Часть меня Я много дурацких поступков совершил Но мото-клуб Скажем так Это один из немногих эпизодов О которых я не жил Рикки, что мы здесь делаем? Я видел поезда смерти Неро И Орды тоже Я знаю Это другое Че за хит Смотри Я сюда несколько раз приходила Днем они сидят в тех старых ангарах А ночью Выползают вот так дружно Как по звонку А утром Уходят назад и что? Засыпают? И ты не заглянула проверить? Ага Нет Как-то сунулась ближе Чем стоило Так за мной погнался целый десяток Это же как осиное гнездо Ладно, пошли отсюда Уже темнеет Ладно Короче, на днях я кое-что видел И ты Ни за что не поверишь Ты хочешь мне рассказать? Ну, я слушаю Угадит, дай угадай Ты видел вертолет Неро Так, а... А ты откуда знаешь? Их уже много раз тут видели По всей округе Черт А тебе какое дело? Они не будут нам помогать Говорят, они стреляют без предупреждения Мне дела нет А походу какой-то есть Эй Где тебя носило весь день? И тебе тоже привет Шизо сказал, что вы с Диконом куда-то уехали Я волновалась Эдди Я устала, ясно? Зашибись Слушай, Дик Спасибо Ну, когда соберешься чинить трансформатор Дай знать Я тут рядом Ага Ну, знаешь Что на тебя нашло? Нет, нет Это на тебя что нашло Да говорю же Устала я И все Ладно Извини Я весь день волновалась Ты никогда Не уезжаешь Ничего не сказав Ну да И это все? Я работала в обществе защиты животных У нас был маленький офис И вольер для собак за пределами Систерс Рики, слышишь? Я тут отскочу ненадолго Надо, чтобы ты меня отмазала А то Шиза начнет волноваться Чего это я не дежурю по болоту Ну, слышу А что такое? Да бухарь тут Не знаю Депра у него прям реальная Уэйди спроси А я вроде придумал Чем его порадовать А что придумал-то? Да, наверное Сгоняю к нашей берлоге На гору Олире Пригоню ему его байк А пешком Не далековато будет? А я что-нибудь придумаю Ты меня отмажешь? Ну да Спасибо Конец связи Привет, Рико Ты кого-нибудь за ним послала? Ага Он внезапно стал очень сговорчив Видать, наши ребята подоспели к нему как раз перед Фриками И предложили Расскажи, где зерно или оставайся тут Да уж, странно Знаешь, я бросил бы его гнить там Ну, сам знаешь, что Железный Майк сказал Да-да-да, знаю Бокарики Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, Брайан Я у одного из маяков У Кэм Крик А тут ничего нет Подожди Ну что, ты готов? Только давай не как в прошлый раз, понял? Ага Ну Человек скоро прибудет Ты знаешь, что делать? Конец связи? Да, знаю Постараться, чтобы меня не подстрелили Пока я тут для тебя шпионю Конец связи Митро Брайан Ты на связи? Что там стряслось-то? У тебя в тот раз был такой голос, будто ты сейчас обоссышься Ничего Я тебе сказала Есть люди повыше меня, которые хотят скрыть от нас, что происходит Я чуть не спалился Простите этот сектор Знаешь что, да мне плевать Мне тебе нужно только одну Узнать, где сорвать Митро Брайан А еще пошпионит за чуваком в скафандре Больше ничего не надо Надо Постарайся не дорваться на пулю Ты рацию не выключил Это же все нелюбопытство ради Считаю, это сбор информации противники Конец связи Ну, ну Кто будет? Оловянные солдатики на марше Да, тихо Следующее Молодцы Идите, занимайтесь своими билами На меня не смотрите Только подошел Надо было путь сон в бою Слышишь? Я не знаю Сколько времени это займет? Солежка Что? Начинаем Да что вообще мы тут делаем? Что прикажем Не нуди Ненавижу такие вылазки Конечно, понимаете? Куда лучше ползать по Белновским пещерам? По коленам Что там такое? Жрать уж охота Ага, точно Хватило бы топлива на обратный путь Что-то нас сегодня далековато замесло Топлива у нас полно Я проверял Все нормально? Заметка номер 2-068 Еще одна особь, чья морфология соответствует второй стадии Сухожилия в руках и пальцах не так стянуты Ногти не столько активидные, как будто их обгрызли На особи есть ювелирные украшения и одежда, которые не так сильно изношены, как... Извините, я нечаянно подслушал А, наш биолог с автоматом Да, типо того Значит, на нем украшение А почему это важно? Эти существа пробовали здесь два года Царапая и калечая нас и друг друга И? Нацепи золотые часы на Бабуина, отпусти его на волю и посмотри, что будет через два года Ладно, ладно, я вас понял Часы на вид новые Правда? Значит? Значит, либо эта особь хорошо о них заботилась, либо только недавно... Недавно их надела? Охренеть! Я думал, они все, ну... Полоумные? Ну, да Но, как у некоторых пациентов с запущенным маразмом бывают моменты просветления, так и жертвы второй стадии вируса сохраняют какую-то остаточную память Серьезно? Серьезно? Посмотри на его одежду Она... Почти чистая, верно? Ну, не чистая, но обычно фрики измазаны в дерьме и моче Да, отвратительно Ну, опять же, один штанал на Бабуина и подожди два года Господи... Ты не задумывался, почему фриков больше в тех местах движения у тебя? Я об этом не думал Ну, да, действительно Вы слышали? Да, мы считаем, что где-то в облине их деформированные чужие Черепов сохранили что-то, что помнят, кем они умеют Господи, эти они осознают Нет, нет, мы делали это в облине их мозг, считай, мертв, а человеческие мертвы Что это значит? Не знаю Это мы должны прийти Ну, это означает, что некоторые фрики просыпаются поутру Принимают душ, одеваются, оцепляют на руку любимые часы Целуют жену, выходят из дома и начинают весело нас пожрать Гадя под себя Нахрена они вообще тратят на это время? Надеюсь, у Брайан все получил Так, а теперь надо быстрее сваливать О, Брайан, ты на связи? О, Брайан! Подожди Я поставил маячок и скачал данные Специалист был мужчина или женщина? Чё? Какая разница? Мужчина или женщина? А, женщина, извини, имени я не узнал Ладно, ещё поговорим Конец связи Дик Говорят, ты выследил Эрика Линча. Да, Майк, я его нашел. Спасибо, что не убил его. Мы проведем разбирательство. У него будет шанс рассказать, как все было. Ага, очень мило. Жаль, у Кэмпбелла и Рида такого шанса не будет. Юр, ничего, там будет кому за них рассказаться. И в нас есть свидетели. Мы всегда так поступаем, Кик. Дайте его мне, и через пять минут получите признание. Спасибо. Спасибо. Мы лучше сами. Конец связи. Черт. Дик, ты слышишь? Меня сегодня выпустили из лазарета. Рида сказала, не может больше терпеть мою нытью. Это в ее духе. Как рука? Ну как, пятьдесят на пятьдесят. Здесь у меня танцы. Извини, амбутантский юмор. Но если серьезно, вот веришь, я как будто до сих пор ее чувствую. Это называется фантомные боли. Да! Да, да, эти так и сказали. Ранили. Ранили. Я чуть-чуть в большинство. И поездки, когда рука не имеет. Хочу размять ладони. Ну ладно, я пойду. Меня на огород послали. Надо отработать поле удаляющие, которые этим не дают. До связи. До связи. Так тебе, скотина, больше не будешь стрелять по намадам. Бухарь, слышишь меня? Да, Динька. Как дела, брат? Как всегда. Ты все гоняешься за ревнолетами. Ага. Так, чем они там занимаются? Без понятия. Вроде все, как у Брайана сказал. Нера проводит полевые исследования и изучает фриков. Зачем не знаю? Черт, мне надо идти. Захотел швизу, сказал, сегодня буду разгребать дерьмо. Пусть сам дерьмо поест. Да, я ему передам. Бывай. Привет, Динька. Можешь заехать? Привет. Опять мне работу подкинешь? Ладно, заскочу. Конец связи. Олень на дороге. Ну куда ж тебя несет? Чесни его! Ну куда ж ты? Что ж? Ну ладно. Лом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, смотри-ка сюда! Ни хрена себе! Ты вернулся за моим байком? Ну просто не оставлять же его, Коупу! Блин, Дик! Ну, я пригнал его ради запчастей. Тебе-то он явно не понадобится. Чёрт. Спасибо. Как же я скучаю... ...по свободе дороги. Твою ж мать! Дик, Эдди просила передать. Она заплатила ребятам, чтобы они сгоняли за твоим байком. Забери у механиков. Забрать что? И не благодари. Конец связи. Сент-Джон. Марк Коупленд вызывает Дикона Сент-Джона. Коуп, что там у тебя? Да так, ничего. У меня ребята на днях забрели на гору Олири. Говорят, убежище какое-то нашли на старой егерской вышке. Да что ты? Да, они сами мне рассказали. Убежище вроде брошенное, но странная штука. Там чей-то байк без призора брошен. И хороший, говорят, байк-то целёхонький. Да ну? Ну да. Но и это не самое интересное. Самое интересное, они сегодня туда вернулись за этим байком, а байка нет. Удивительное дело. Коуп, занятно с тобой поболтать, но... Нет, погоди. Вот что действительно занятно. Они клянулись, что этот байк был очень похож на тот, на котором гонял бухарь. Короче, я тебя правильно понял? Вы, значит, заявились на гору Олири, нашли там вроде как байк Бухаря, и первое, что пришло вам в голову, а давайте-ка его сопрём. Возьмём на хранение, Дик, на хранение. Но нет, об этом я подумал во вторую очередь. А первой моей мыслью было, а куда делся старина Бухарь? Мэнни, говорит, давно его не видел. Ну, если встречу, передам, как ты по нему скучаешь. Конец связи. Дикон, слышишь? Да, Эдик, говори. Как будет возможность, заскочи в лазарет. Случилось что? Нет, просто надо поговорить. Ладно, понял. Дикон, на секунду. Как Уильям, давно его не видно. Как Бухарь, да как и все, выживают. Ну, значит, получше многих. Да. Слушай, ты приглядывай за ним. В смысле? Ну, потерять руку это серьёзно. У него жизнь перевернулась. Ну, это была так себе жизнь. Давай уж прямо скажем. Ты его друг единственный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Как успехи? Ладно. Сам как думаешь? Пока. Я нашёл ржавый гвоздь. Интересно, откуда он. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эдди, ты на связи? Да, Дикон, я здесь. Слушай, ты знаешь, откуда он там сник совсем? Что-то я уже за него волнуюсь. Да, я тоже. Когда он ко мне зашёл, он был какой-то злой, подавленный. Я за ним присмотрю, чтобы не натворил каких-то... Вот придумай, что ли. Постарайся, Дикон. Для него это важно. Конец связи. Это радио «Свободный Орегон». Правда, освобождает. За месяц до того, как всё случилось, я написал в своём блоге «Прощай, свобода». Запаситесь едой и водой на год, потому что я знал, чтобы нас не ждало впереди. Анархия неизбежна. Я надеялся, что смогу подготовить хоть кого-то. Тех, кто меня действительно слушал, и они выживут, когда всё накроется медным тазом. Но оказалось, что слушали меня немногие. И вот продовольствие на исходе. Люди начинают голодать. Помните басню про муравья и стрекозу? Мы, муравьи, те, кто готовился к грядущему катаклизму, не смогли оставить умирать от голода вас, беззаботных стрекоз, проплясавших всё лето, и не думавших о будущем. И теперь мы все расплачиваемся за это. Умрём ли мы от голода? Не знаю. Рыбы становятся всё меньше. Дичь тоже всё труднее выследить. Уже не помню, когда в последний раз я видел зайца или олень. Но вот что я вам скажу. Мы не обратимся друг против друга. Нет уж, этого не бывает. С вами Марк Коплант. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Чёрт, это просто бред! Если ты не заметил, стрекозы вооружились до зубов, пришли к вам, поубивали всех муравьёв и забрали всё, что у вас было. Если уж говорить с притчами, Коуп, так выбирай их с умом. Рада, что ты ещё жив. Ну, пару месяцев назад мы были неподаленны. Вот здесь шансов больше всего. Ну, не знаю, Майк. Мы уже теряли там людей. Теряли людей? Кого? Когда? Да, месяц назад Эванс и Торрес за припасами ходили. Я ж тебе говорил. Ни хрена ты мне не говорил! Я говорил. Мы пошли за ними, но вход завалило. Байки стояли снаружи, везде были фрики, не помнишь? Я даже не уверен, что они попали внутрь. В чём проблема? А, мы тут посмотрели те бумаги из Кэмп Шермера. Там есть шахта, которую собирались расширять. Конечно, и там наверняка осталась взрывчатка. Да. А теперь Шиза говорит, что мы уже потеряли в этой шахте двое. Эй, нет, Майк, я не это сказал. Слушайте, я... Ну, давайте карту. Я заберу взрывчатку и прищу ваших людей. Эй, ты чего психуешь-то? Вот ты ему веришь, Майк, а я нет. Скажи, сколько Такер сейчас отстёгивает за ящик динамин, Ты на это прекрати, он дело делает. Правда? И какое дело? Херит нам договор с упокоителями? Берёт Рики и едет тусоваться хрен знает где? Что он делает, а? А ты что делаешь? А? На жопе сидишь, пока все пашут. Я охраняю лагерь от грабителей, воров и всяких намадов. Эй, а ну-ка, хватит! Хватит! Вот что, не доверяешь? Пойдёшь с ним. Но только помни, и ты тоже, помните, мы тут все из одного лагеря. Ладно, как скажешь. Утром возьмём байки и поедем. Сейчас поедем. Сейчас? Да. Прямо сейчас, посреди ночи? Ну да. Пока темно, будет меньше фриков внутри шахты. А, точно. Пока ты маялся дурью и гонялся за чёрными вертолётами, стал экспертом по фрикам. А чё, надо быть экспертом, чтобы знать, что фрики выходят по ночам? Так, ну всё, прекратите! Ладно. Ладно. Хочешь сейчас, поехали сейчас. Но карта будет у меня. Охренеть. Послушай, у него есть тараканы, но это как у любого из нас. Но он знает, что делает. Скажи это Торресу, с Эвансом. Дик, я просто не хочу, чтобы с ним в этой вылазке произошёл какой-нибудь несчастный случай. Господи, за кого ты меня принимаешь? Я пока не определился. Поговорим, как вернёшься. Охренеть. Куда мы едем? Лаки Лед, знаешь где это? Да. Я тебя там подожду. Да? Не отставай. Дикон, ответь. Это лагерь Лост Лейк. Приём. Да, Рики, что случилось? Я тебя искала, а ты пропадаешь где-то. Я с Шиза. Майк дал поручение. К утру вернусь, а что? Я просто хотела узнать, когда уже поедем трансформатор чинить. Ты всё мечтаешь о горячем душе? Типа того. Я буду утром, тогда и обсудим. Конец связи. Ну, где застрял-то? Я отвлёкся. Так это люди Майка отставили? Мои люди. Ну да. Торрес и Эванс. Они не намады, но водища всё же выходили. Я думал справиться. Ошибся ты, походу. Дищи давно поделено. Повсюду грёбаные мародёры. Шиза, скажи-ка, а почему ты не забрал их добро, когда приходил сюда их искать? Потому что тут были фрики. Понял? Типа таких. Только их было больше. Только их было больше. Идём. Ничего себе. Ещё трофеи. Эй, иди сюда. Давай я тебя подсажу на крышу. Готов? Да. Залезай. Есть. Нашёл. Шизо! Готово. Ага, поищи. Не завалялись там фаеры осветительные. Ты что, не взял фонарик? Взял, но батарейки сели. Их теперь ещё попробуй найди. По крайней мере, такие, чтобы работали. Фаеры. Можно что-нибудь смастерить. Шизо! Я нашёл фаеры. Ага, попробуй высадить дверь. Я зайду и заберу их. Вон там фаеры. Да. Дай ключи. Какие? Эти, что ли? Да, давай сюда. Эй, 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 слушай. А давай ты лучше покажешь дорогу до сейфов, а я их открою. Возражения есть? Никаких. Только не потерять. Да. Я очень постараюсь. Взял. Ну, пошли. Ну, веди. Беру. Вот так. Видишь, как я и говорил. Вроде бы, вот тут можно будет протиснуться. Помоги-ка. Давай, толкай. Толкаю, толкаю. Так, используй же этот валон. Есть. Вот так. Фу. А выдержит? Надеюсь. Напоминаю, пушку не доставай. Ты же сказал, там никого не будет. Я этого не говорил. И я серьезно. Если фрики есть, хватит одного выстрела, чтобы они все сбежались. Да понял я тебя. Господи. В первый зал можно прийти прямо по главной штольне. Нам сюда. Давай, веди. Черт, тут пройти не получится. Глянь карту. Есть другой тоннель. Вентиляционная шахта. Они начали строить соединительный тоннель. Но его закрыли из-за угроза брушения. Где? В той стороне. Здесь? Да. Ну, похоже, его закрыли. Выглядит как-то неустойчиво. Я тебе так и сказал. У меня есть только это. А у тебя фонарик. Уступаю честь тебе. Видимо, не просто так они свернули работы. Тут, походу, одна динамитная шашка хватит, чтобы вся шахта обрушилась нам на головы. Да ладно, не сгущай. Ты как, цел? Да нормально. Твою мать. Раскочили. Да. Ну все, назад пути нет. Пошли. Нам туда. Что ты делаешь? А как ты думаешь, файеры кидаю? Зачем? У тебя есть карта. В этом долбанном лабиринте полезно знать, где мы уже проходили. Здесь налево. Ага. Сюда. Что? Твои люди. Да. Торрес этот свой дурацкий жилет вообще не снимал. Говорил ему. Такой ядреный цвет тебя однажды погубит. Так оно и вышло. Его друг потерял руку и умер. А Торрес неделю его ел. С тобой бывало такое? Есть грани, которые я еще не перешел. Ага. Я тоже. Отойди-ка. Фригом их не оставлю. Идем-ка на выход. Ага. Давай, здесь можно пролезть. Ну так лезь. Тут тесновато. Пролезешь? Ну, я-то не сижу весь день на жопе. Очень смешно. Давай. Так, первый зал должен быть здесь. Совсем рядом. Если ты ничего не перепутал. Не перепутал. Видишь? Ключи не потерял? Нет. Вот они. Галяк, пустое. Черт. А ты что, мне не веришь? Конечно. Как себе. Идем. Может, все в одном месте сложили. Проверим корону. Сюда. Давай вернемся. Вдруг мы где-то пропустили туннель. Шизо, нет, стой. Стой, мы где-то ошиблись. Что? С чего ты взял? Да с того, что мы пришли не отсюда. Ты думаешь, эти фаеры типа отрастили ножки и сами пошли? Может, я запутался. Так, стоп, секундочку. Это главный туннель. Что? Это главный туннель. Видишь рельсы? Когда мы вошли, мы рельсов не видели. Как это? Ну, вот же мои фаеры. Как они... Кто-то над нами стебется. Пошли, сюда. Стой, стой. Погоди секунду. Девушки отдыхают. Эй, ты куда? У него ключи, ловить надо. Стой, ты в ней с ним. Да ведь уйдет же, зараза. Ах ты засранец. Иди сюда. Отдавай ключи, гаденыш мелкий. Куда ты делся? А-а-а-а! А-а-а! О чем он только думал? Сдохни, твое! Сбегутся пуки со всей шахты. Шизер! Все, закрыть! Сбегутся! Не стреляй! Что? Нет стреляй! Нет стреляй! Ладно-ладно! Ты чинись всё что, а! А-а-а! Нараза! Вроде это всё. Кто-то говорил, ночью не будет. А я не говорил, что будет, если выстрелишь! А что мне было делать? Бросаться камнями? Что было делать, придурок? Меня слушать в другой раз! Бей этим. Как угодно. Спасибо скажи. За что? Что спас тебе жизнь. Если б ты не сбежал, спасать бы меня не пришлось. Мы дело-то закончим? Да. Пора бы. Идём. Слушай, насчёт бухаря. Эдди сказала, кто-то пытался спалить его татухи. Упокоители, да? А тебе-то что? Да слыхал от одного намада, будто упокоители ищут двух бешеных псов. Как думаешь, о ком речь? Ну, как видишь, я до сих пор ношу цвета. Мы не прячемся. Если Карлосу нужен бухарь, он его найдёт без проблем. Но сначала ему придётся побеседовать со мной. Походу, у него на тебя был зуб ещё до нарушения перемирия. Был зуб? Слушай, я не знаю, и мне наплевать. Случалось ли мне убивать упокоителей? Было дело, и ещё как. А после того, что стало с бухарем, я буду убивать этих психов и дальше. Да? Но Карлос среди них главный псих. Ты лучше не дразни его, братан. Ты слышал, что я тебе сказал? Мне наплевать, и я тебе не братан. Помнишь, что я говорил Майку? Срал я на вашего Карлоса. Я о тебе же забочусь. Ты теперь один из нас. Ну да, ну да. За нас с бухарем не парься. Без твоей заботы обойдёмся. Ух, бедно. Покажи. А, неплохо. Старик будет очень доволен. Он тяжёлый. Это как понимать? Ты знаешь тарика. Ты знаешь тарика. Сам видишь. Давай вместе. Ну-ка. Спасибо. Он думает, что договор с упокоителями нас защитит. А по правде, срать им на этот договор. На нас они не нападают потому, что слишком заняты на севере. Копленд, Ход Спрингс. Знаю, я был там. Ну, тогда сам понимаешь, они ещё нагрянут. А наш Майк просто не станет им мешать. Позволит этим лысым, недоделанным фрикам утопить нас всех в крови. Майк так не поступит. Думаешь? Давай. Ух ты. Никогда ещё так не радовался солнцу. Да уж. Я опять с тобой согласен. Уже второй раз за день. Погоди-ка. Там кто-то есть. Эй, тут Барри. Внутри кто-то есть. Эй. Ты чё прячешься? Встаны на вашу руку. Уходи. Баратюры. Ага. Готовься. Мистер, признаю, мои ребята вышли из семи. Давай разделимся. С двух сторон зайдём. Сами понимаете. Выходите. Будь осторожен. Ну да, сестрёнка. Ага. Не шалей патронов. Стреляй в этих гадов. Вперёд. Не уйдёт. Думаешь, твоя война? Ага. Задай им жар. Я тебя вижу, засранник. Ага. Не шалей патронов. Вроде все передохли. Да. Пошли. Надо забрать динамит. Походу, это те же гады, что разворотили байки. Ехали мимо, увидели наши. Подумали, лёгкая добыча. А оказалась не такая уж лёгкая. А мы с тобой хорошая команда. Хоть и неприятно это говорить. Так и не говори. Эй. Я чё сказать хочу. Когда вы с Бухарем приехали в лагерь, и Майк вас принял с распростёртыми объятиями, я думал, у него маразм старик-то наш. Уже не тот. Ну и к чему ты клонишься? Я к тому, что мы с тобой друг друга поймём. Я это вижу. Ты сам знаешь, если Майк не опомнится, лагерь наш полгода не протянет. Я жду, когда ты перейдёшь к сути. Слушай, я на тебя, конечно, наезжал, что уж поделать. Но все видят, что ты сделал для друга, что делаешь для лагеря. Скоро всё изменится. Когда Майк, скажем, пойдёт отдыхать, мы с тобой станем править лагерем вместе. Мы с тобой правим лагерем. Значит, вот к чему ты ведёшь. Да ты слушай, придурок. Слушай внимательно. У меня много друзей в совете лагеря, и они согласны. Готовы отправить старика на покой. Тихрена. Рикки никогда на это не купятся. Да он рохлый, как и старик. Железный Майк тебе доверяет. И это ошибка. Одна из многих. Которую я не допущу. Да. Я понимаю, что мы все хотим выжить. Конечно. Но есть грани, которых я ещё не перешёл. Например, ударить друга в спину. Одна из них. Лучше уж старика, чем весь грёбаный лагерь. Ты подумай об этом. Ты подумай об этом. Ладно, я об этом подумаю. Почему Майк доверяет такому уроду? Да ещё сделал его начальником охраны. Лос-Лейк, ответьте. Дикон Сэн Джон вызывает Майка. Дик, ну что, вы её нашли? Взрывчатку? Да, Майк, нашли. Шиза забрал всё и повёз в лагерь. Слушай, Майк, я должен тебе сказать… Хорошо, хорошо. Только нам теперь нужен к ней запальный шнур. Ты же понимаешь. Я посмотрю по документам. Майк, послушай. Шиза, он… Ну что ещё? Опять решили друг в друга пострелять. Нет, Майк, он… Слушай, он хочет управлять лагерем. Он мне сказал, что… Да это я и так знаю. Помнишь, я же тебе говорил. Шиза считает, что я пацифист и что я всех нас угроблю. Он прощупывает почву. Майк! Дик, я же сказал. У Шиза свои загоны, но… И у нас ведь тоже. Спасибо за заботу, но я могу за себя постоять. Конец связи. Господи, ладно. Делай по-своему, Майк. Как всегда. Бухарь, ты на связи? Да, Дик. Только вернулся с работы. Опять полдня таскал Фёдор из дерева. Вот сволочь этот Шиза. Не стану врать, я скучаю по всему этому. Поодище. Что поделываешь? Загоняешься за нера? Высматриваешь вертолёты? Ага. Ну и как? Ну что, что-нибудь про Сару? Нет. Пока нет. Скажи, что ветер тебя разводит. Нет, он… он выясняет. Просто нужно время. Я к тому, что не надо зря тешить себя надеждами. Конец связи. Свежее мясо. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Сегодня поговорим о наркотиках. Я не люблю это дело. Оттуре человек становится тупым, покорным тормозом. В девяносто шестом году в распространении в Центральной Америке кокаина обвинили ЦРУ. Да, вот так они управляли массами, чтобы получать свой кусок жирного пирога. И вот, откатав эту схему там, федералы решили сделать наркоманов из нас. Честных американских налогоплательщиков. Они везли сюда кокаин из Южной Америки целыми самолетами. Грузили его народу почками, чтобы держать нас на крючке. Под кайфом. Под битой своих дорогих ботинок. Они наживались на нашей беде. Федералы делали на нас миллионы и впухивали бабло в свои секретные операции, попутно разрушая нашу страну. Но, к счастью, больше мы под дурью жить не будем. По крайней мере, мой народ. Поверьте, трезвыми целее останетесь. С вами Марк Копленд, это радио Свободный Орегон. Не верьте лжи. Да? Тебя когда-нибудь резали? Останешься без руки? Может, тоже захочешь выпить бутылку? Или две? Или три? А пока что сиди, да помалкивай!